Ну, не Россия, не по-русски говорят, а у нас же тоже тут русские все. Я вот хоть и украинка по-национальности, но и по-русски, потому что учили по-русски в русских же школах, понимаете? Я и так, и так могу разговаривать. Но, собственность, ну, как вопрос интересно поставлен, как это собственность, не собственность. У них же тоже не только русские, у них же много национальностей, они там по-разному все разговаривают. Не собственность, почему собственность? Все у нас говорят на русском языке, поэтому это может и собственность Украины быть тоже. Это нифига, я и по-итальянски говорю, и по-английски, так что, мне запретить, что ли? Нет, это не собственность. Вы знаете, ну, я там, понимаю, в школах сейчас учат украинский язык, но такие, как я, пенсионеры, извините меня на минуточку. Мне тяжело его будет выучить досконально. Как и английский язык, интернациональный язык. Собственно говоря, люди, разговаривающие на этом языке, обычно это люди, которые родились в этой среде, с этим языком, и с этим языком живут. И не только здесь, по всему миру, и не только в Украине, и на Западе, и на Востоке, и в Канаде, и в тех же Соединенных Штатах, ну, везде. А язык не может быть собственностью какого-либо государства. Это принадлежность, скажем так, людей, национальности. Ну, вот как-то так. Я считаю, что не должны ущемлять Украину в русском языке. Русский язык – это собственность России или нет? Нет, это не собственность России. Я считаю, что русский язык – это один из тех элементов, которые, ну, когда-то общность была Советского Союза, да, и она там насаждалась, не насаждалась на многих национальностях. Поэтому сейчас русский язык – это то, что, в принципе, как бы мы должны считать его частью своей, вот, и, как бы, и культуру ту тоже, которую они считают, что это русская, тоже забирать своих уроженцев, например, там, 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 Гоголь. Да много, на самом деле, людей, которые оказались нашими украинцами, но они писали на русском языке. Вот, поэтому надо забирать. «Счера украинка, и я вважаю, что украинская мова должна быть на всей Украине и на Донбассе тоже. Говорит кто-то с российского, я тоже говорю на русском языке, но я считаю, что главное все-таки у нас украинский язык». «На все-таки русский язык – это собственность России или…» «Что значит собственность? Ну, если человек говорит на русском языке, при чем тут собственность?» «Ну, русский язык является частью культуры Восточной Украины?» «Наверное, является». «Как Вы считаете, русский язык – это достояние России или нет? Или собственность России?» «Язык – это в принципе не собственность, это некая культурная особенность. Потому что, например, в Испании испанский язык – это культурная особенность. В России русский язык – культурная особенность. Это в принципе не может быть собственностью, потому что язык никто не может запретить кому-то использовать какой-то язык». Овощ сейчас хотят ввести. Но я считаю, что хоть уже так пусть ведут. Потому что не все же могут разговаривать на украинском. Понимать мы его понимаем, но разговаривать не очень. Поэтому переучиваться уже нет смысла. Ну, конечно, ну и надо делать украинский. Ну пусть там уже документация на украинском. А уже как люди привыкли, пусть так и разговаривают, я считаю. Мое мнение личное. Но русский язык, получается, не собственность России? Нет, не собственность России. В то же время, Бог его знает, если так вдаваться в подробности, то может быть... Ну, я считаю, нет, это не собственность, как это и украинский. Посмотрите, какой у нас украинский язык. Он у нас из Польши, из Румынии и все. Я считаю, украинский язык, это у нас на Полтавщине хорошо разговаривает. Это украинский язык. А так, я считаю, и украинский у нас язык очень перемешан, как и русский. Как вы считаете, русский язык, можно считать собственностью России или все-таки нет? Это глупый вопрос. Язык собственностью не может быть. Собственность – это то, что стоит денег.